Эта видеосерия «Тайная война» из фантастического сериала «Любовь», «Смерть», «Роботы» от сервиса Netflix рассказывает не просто о борьбе красноармейцев с упырями в Советской Сибири, но еще и раскрывает мрачную загадку, кого же демоны символизировали в реальной действительности. В 1943 году взвод советских солдат под командованием лейтенанта Захарова выслеживает демонов в лесах Сибири и окрестностях одной из деревень. Красноармейцы тщательно прочесывают территорию, но чудовища уже успели уйти, оставив после себя убитых и растерзанных жителей деревни. Погибших минимум 47. Напали ночью и ушли так же, как пришли. Мы выследим и убьем этих тварей. Отряд определяет путь и преследует нелюдей. Они уже рядом и знают, что мы здесь. К вечеру советские бойцы выслеживают жутких монстров и вступают с ними в бой. Атака! Прикройте! Страшных существ не очень много, но они крайне опасны. Обходят! И хоть чудовища невероятно сильные и ловкие, солдаты все же одерживают победу над нечистой силой. Товарищ лейтенант! На следующее утро один из разведчиков находит окоченевший труп сотрудника секретной службы ЧК. Из наших. Особый отдел. Бойцы укрываются на ночь в разбившемся военном самолете. В самолете Захаров изучает обнаруженную записную книжку агента. И кто он? Как оказывается, тело погибшего чекиста принадлежит майору Гришину, который участвовал в операции АИД. В ноябре 1919 года Гришину дали спецзадание. Ему поручили исполнить один культовый ритуал. А культисты принесли в жертву женщину, чтобы призвать нечистую силу пополнить ряды и сражаться за Красную Армию. Эта операция прошла для Гришина не слишком гладко. В ходе ритуала твари вышли из-под контроля и убили своих заклинателей. Если проводить аналогии с реальной действительностью, то принеся в жертву свободу и демократию в виде молодой женщины, как аллегории распятой голой истины и чистой совести. Марксистско-ленинские бесы запустили механизм кровавого терроризма. А выпущенные твари олицетворяют собой гитлеровское войско. Ведь Красной Армии для завоевания мира и установления диктатуры пролетариата требовалось много расходного материала. Поэтому большевизм, как главный дьявол, порождал дополнительных ратников. Однако новые прокси-исполнители, гитлеровцы, люто ненавидели своих создателей, а именно иго коммунистов-чекистов и всячески их истребляли. На следующий день отряд лейтенанта находит огромное логово нечисти. Двое солдат отправляются в пещеру, чтобы разместить взрывчатку и уничтожить монстров. Однако после взрыва выясняется, что демонов куда больше, чем ожидалось. А сработавшие заряды вызывают оползень по всей площади, лишая жизни двух солдат вместе с лошадьми. Отправив одного из самых молодых солдат за подмогой, лейтенант и остальные бойцы идут в самоубийственное сражение, пытаясь держать орду монстров до прихода помощи. На этот раз существенный численный перевес оказывается на стороне нечисти, которая наступает нескончаемым потоком со всех сторон. Неравный бой превращается в кровавое месиво, и груда из тел воинов постепенно заполняет поле битвы. Лейтенант погибает последним, когда взрывают заряды, установленные на горе, чтобы выиграть время для отхода молодого бойца. К утру весь отряд красноармейцев уничтожен, кроме одного, того самого, отправленного за подмогой, который и передал координаты побоища. В небе появляются самолеты, и они, под звуки балалайки, начинают ковровую бомбардировку. Подобные ассоциации переносят в 1945 год, когда армия Сталина громила Берлин. Подчищая плод его военно-преступных замыслов, остатки собственноручно созданного и вскормленного гитлеровского нацизма. Субтитры создавал DimaTorzok